Здравствуйте! В эфире выпуск новостей в студии Марины Симонова. В Удмуртии в следующем году появится 27 негосударственных детских садов. Эту цифру назвал министр образования на совещании у главы Удмуртии. Республика определила сферы, где будет содействовать развитию конкуренции. На школьное образование одна из них. Что еще вошло в список, расскажут наши корреспонденты. На совещание главе республики пришел почти весь кабинет министров. На повестке вопрос, который напрямую касается привлечения и инвестиций. Регионы должны содействовать развитию конкуренции. В каких отраслях в первую очередь определила федерация. Это розница ЖКХ, услуги связи, пассажирские перевозки, а также медицина и дошкольное образование. Сегодня на всю Удмуртию докладывает министр всего два частных детских сада. Но уже в следующем году их, возможно, будет 27. Открытие собираются в первую очередь за счет тех предпринимателей, кто сегодня занимается уходом и присмотром за детьми. Таких уже полсотни. Со своей стороны, министерство готово им помочь с организационными вопросами. Необходима методическая помощь с предпринимателями. Для этого у нас в сентябре будут созданы методические центры в инстуги повышения квалификации и при педагогических колледжах. Включение рынка в список означает, что регион будет помогать тем, кто в него входит, в том числе с субсидиями и льготами. Причем регион имеет право этот список дополнять. И Удмуртия это сделала, включив в него производство молока, социальные услуги, рынок кадастровых инженеров, а также переработку и вывоз мусора. Удмуртии сегодня очень нужны новые полигоны. Есть и инвесторы, готовые их строить. Но земельных участков нет. Коллеги, конечно, это вопрос, который необходимо решать. Я думаю, что давайте все-таки подключимся к теме. Не может быть такого, чтобы не могли бы мы найти участок земли, на котором можно было бы построить. А инвесторов действительно очень много. Приходят и днем и ночью предлагают свои услуги. Активности попросил руководитель антимонопольной службы и админ промторга. По мнению Михаила Марейникова, в список зря не включили фабрики, которые занимаются пошивом школьной формы. Мы предлагаем, давайте включим развитие легкой промышленности встанно, значимые рынки. Посмотрим, какие механизмы, в том числе дотации из бюджета будут выделяться. Нет предложений. И сегодня нет. Впрочем, работа по содействию развития конкуренции продолжается. Все предложения ушли на проработку. Теперь главное, резюмировал глава республики, чтобы все это сработало в пользу экономики региона, а значит и жителей республики. Оксана Худякова, Максим Кузнецов, телеканал «Майорбуртия». Капитальный ремонт участка трассы Ижевского завершился в срок. Работы идут даже с опережением графика. Об этом строители доложили главе Удмуртии. Александр Соловьев проинспектировал ход работ. Капремонт здесь начался 20 июня. В реконструкции участка дорожники используют современную технологию, метод холодного ресайклинга. Это позволяет снизить себестоимость каждого километра дорожного покрытия на 6 миллионов рублей. К слову, обновление этой дороги обойдется в 90 миллионов. Гарантийный паспорт даем на 4 года. После 4 лет, если здесь будет до 4 лет, если будут какие-то разрушения, то дорожники делают за свой счет. По завершении работ на Анылгинском тракте дорожная техника отправится на следующий объект. С 6 июля бригады приступают к ремонту трассы Завьялова-Каменная. Движение транспорта здесь будет закрыто на две недели. Общие домовые нужды, капремонт, оплата коммунальных услуг, проблемные темы ЖКХ подняли на дискуссионной площадке «Единой России». Это уже третья встреча, где обсуждали план действий по развитию Ижевска. Судьбу города решали не только эксперты, свои идеи высказали и горожане. На одной из встреч побывала Мария Лебедева. Старшая по дому Александра Овчинникова мечтает делать жизнь своих соседей комфортнее. Говорит, внешне в их дворе на улице 30 лет Победы все в порядке. Спортивная площадка, цветники, отремонтированные подъезды. Но проблемные вопросы в сфере ЖКХ все же остаются. Горячая вода, отопление и оплата отдыха. Вот это самые больные вопросы, которые мы уже несколько лет не можем решить. Проблемы ЖКХ подняли на дискуссионной площадке «Единой России». По заданию секретаря регионального отделения партии, главы республики Александра Соловьева, решали, как развивать город. Проект предложили обсудить не только управляющим организациям и чиновникам, но и всем жителям города. Ижевчане оказались активными собственниками жилья. Эксперты говорят, это видно потому, как горожане включились в новую программу по капремонту. Вы знаете, что у нас стартовала новая система по всей России в Ильмурской республике. Новая система капитального ремонта. Надо отдать должность, что Муртия выглядит, скажем так, особенно на фоне Российской Федерации. У нас самое большое количество счетов, специальных счетов, открытых собственниками в Российской Федерации. Это показывает активность собственников. Спорили и о счетах за ОДН. Предложили варианты, как бороться с недобросовестными соседями, которые оплачивают свою коммуналку за счет других. Например, установить новые приборы учета. Мы этот вопрос искренним в нашем городе. И люди будут оплачивать понятное потребление ресурсов в квартире и те услуги, которые реально требуются для содержания общего имущества в доме. Такие решения будут приниматься в соответствии с нормативами, принятыми в регионе, либо согласно решению общего собрания собственников. На заседании решили. Важно, чтобы разбирающихся в системе ЖКХ горожан стало как можно больше. Для этого проект партии «Единая Россия. Школа грамотного потребителя» предложили ввести в каждом микрорайоне города. Все предложения, высказанные на совещании, были услышаны. Мария Лебедева, Юрий Зелененький, телеканал «Моя Удмуртия». Следователи вновь обратились к жителям Удмуртии с просьбой помочь в розыске опасного преступника. По данным следствия, с 2011 года по настоящее время им было совершено свыше 30 убийств на территории Приволжского округа, в том числе 3 убийства в Ижевске. В квартиры своих жертв, а это во всех случаях были одинокие пожилые женщины, злоумышленник проникал под видом сотрудника ЖКХ или соцслужб. Следователям удалось оставить его фоторобот, и если вам что-либо известно об этом человеке, сообщите по телефонам, указанным на экране. Раскрывать преступления следователям помогают и генетики. Специалисты молекулярно-генетического отделения исследуют в год до 3000 различных объектов, изъятых с мест происшествия. О тех, кто рассказывает, раскрывает секреты ДНК, расскажет Светлана Буладва. Это молекулярно-генетическое отделение здесь принимает вещественное доказательство по уголовным делам. До 2011 года геномные исследования следователям приходилось отправлять в Казань и в Уфу. Это было дорого и долго. Теперь же наши генетики здесь, на месте, проводят столь нужные экспертизы для следствия. В течение года генетики исследуют до 3000 различных объектов, изъятых с мест происшествий. Если мы работаем с кровью, либо букальным эпителем, то здесь проблем особых не возникает, потому что ДНК хорошо выделяется. Если у нас в растворы идёт трупный материал, например, кости, либо мышцу, то процесс более длительный. Тут нужно дольше лизировать, дольше выделять ДНК. И поэтому бывает так, что процесс затягивается на несколько дней, 2-3 дня обычно. В генетической лаборатории, как в операционной, никаких посторонних. На подоконниках ни цветочка, окна закрыты наглухо. Так, чтобы ни один чужеродный организм во время исследования ДНК не проник. У генетиков нет права на ошибку. За каждой экспертизой судьба человека. Работать, говорят генетики, хотя и сложно, но очень интересно. Потому что новая, неизведанная наука очень интересна. И в Удмуртии как бы мы первые, единственные. Это единственные специалисты в Удмуртии, которые могут подтвердить или опровергнуть отцовство. Каждый месяц к ним обращаются с десяток пап и мам. Генетип по данному локусу отца, а вот ребенка. И как вы видите, здесь нет общих полосок. Мы не случайно открылись 1 июня. 1 июня – это день защиты детей. И поэтому, когда мы проводим экспертизы, мы всегда переживаем. Отцы, конечно, волнуются. То есть является ли данный ребенок его ребенком. А мы переживаем, чтобы именно так оно и было. То есть данный отец снял эти сомнения и уже 100% может за это получил. Да, 99,9, что является практически 100%, если округлять, что он является отцом. Светлана Буланова, Юрий Егоров, телеканал «Моя Удмуртия». Еще одна информация в конце выпуска. Сезон отпусков в самом разгаре. Чтобы не испортить отдых, даже при наличии страховки, медики советуют взять с собой мини-аптечку. Как правильно ее собрать? Врачи дали сегодня советы. Мини-аптечку лучше сформироваться на каждого члена семьи и брать в поездку уже проверенные средства, чтобы не столкнуться с последствиями. Обязательно надо проконсультироваться в визовом центре. Какие лекарственные препараты беспрепятственно вы можете перевозить через границу. Многие страны только по рецептам работают врачи. То есть вы в аптеке никакие лекарственные препараты без рецепта не приобретете. В аптечке обязательно должны быть лекарства от аллергии, противовоспалительные, жаропонижающие средства, противовирусные препараты, антибиотики. Таблетки от зубной боли – средства от солнечных ожогов. Но самое главное – не забывать о правилах личной гигиены и пить только кипяченую воду. И у меня на этом все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова